Всем привет, друзья! С вами Аня Bookspace, и я думаю, что пришло время для ревизии очередной моих книжных циклов. Я их страстный любитель, и поэтому мне нужно как бы слегка их держать в узде, чтобы примерно помнить, а что вообще я читаю, что я бросила, что я начинала или не начинала, где я остановилась, ну и так далее. Поэтому этот ролик будет именно ревизией всех моих начатых книжных циклов за последние три с половиной года. Недавно делала ревизию по всем моим брошенным книжным циклам, мало ли вы пропустили это видео, ссылочку вам оставляю, разумеется, возможно, вы какое-то ревью от меня ждете на какой-то цикл, а его пока что ждать в ближайшие лет 15 точно не стоит. Я так закладываю на то, что, возможно, когда-нибудь я к ним вернусь, ну, может быть, как бы это дело не исключаю, но, по крайней мере, ближайшие годы мне они совершенно не интересны, увы. В этом же ролике все мои книжные циклы для меня актуальны, я их все собираюсь читать, просто немножко в разное время, и для этого, для своего удобства и вашего личного удовольствия, или наоборот, я сделала маленькие подсказочки каждому циклу. У меня в моей мастерской монтажа есть вот такие вот штуки, которые я обычно обозначаю свою привязанность к книжному циклу, но только, в принципе, он для меня вот сейчас актуален. Если стрелочка подходит ближе к зеленой зоне, стало быть, она находится слева, для меня цикл, скорее всего, ближайшие год, полтора года не актуален. Стало быть, да, я его надкусила, стало быть, да, он у меня начат, но как-нибудь я его закончу рано или поздно. Если же у нас стоит стрелочка примерно на середине, стало быть, да, я на него посматриваю, я держу его в поле зрения, собираюсь его читать, ну, по крайней мере, в ближайший год, возможно. Ну и дальше, скорее всего, вы поняли, что шкала с красным спектром для меня самая актуальная, и то, что я собираюсь читать вот сам в ближайшее время, до, по крайней мере, до конца года. Маленькая подсказка вам по поводу этого ролика. Я его снимаю за последние три с половиной года, здесь вы начаты книжные циклы, но как бы веду канал, я уже почти восемь лет, хе-хей. Где же стоятся остальные книжные циклы? У меня на канале есть три базовых большущих ролика, что я еще снимала дома в Сочи, они супер базовые, и они до сих пор супер актуальные. Именно от них я и веду свой отчет. Ссылочки, их, разумеется, вам вставлю в инфобоксе к этому ролику, само собой. И больше вам скажу, что даже когда, если я цикл какой-то заканчиваю, начинаю, бросаю и так далее, я именно там, в описании к этим роликам, делаю пометки, они у меня все до сих пор актуальны. Откровенно говоря, я не вижу смысла вот с тех роликов сюда вот все эти книги тащить массово, чтобы просто их дублировать. Все то, что у меня находится там, актуально до сих пор. Поэтому к вопросу, а где колесо времени, а где архивы Дрездена, а где поставить нужность, скорее всего, наверняка, вероятно, они именно в тех видео. Просто за последние три с половиной года я к этим циклам особо не возвращалась, поэтому в этом видео, актуальным питерском, скажем так, я их не учитываю. Но в моей базе, у меня в голове, они до сих пор присутствуют, само собой. И, ребята, у меня к вам вопрос небольшой перед видео. Был ли бы вам интересен видос про мои книжные циклы на книжных полках, не начатые, которые мне до сих пор актуальны? Да, они у меня в запасе, да, само собой. Но пока что я их не начинала читать. Ну вот, например, маленький вам спойлер книжным покупкам вот такого вот плана. Чем цепляет? Почему купила? Когда собираюсь читать? Возможно, опять же, вы своими комментариями какие-то циклы поднимите в моей очереди, но я вот не уверена и интересен, где вам будет такой формат видео. Если да, смело, пожалуйста, пишите. Просто, опять же, это просто будет перечисление того, что у меня есть в запасах. И, возможно, какая-то маленькая гонка, чтобы я быстрее это взяла в своей очереди на чтение. Как-то вот так. Жду, опять же, вашего мнения по этому поводу. Ну что же, а теперь ревизия моих книжных циклов начатых. Я, опять же, повторю, что я страстный их любитель, поэтому иногда я немножко не выдерживаю, начиная еще и еще и еще. Неплохо было бы их все, как бы, закончить. Не массово, но, по крайней мере, потихонечку. Я, к слову, видела на зарубежном буктюре даже есть такая фишка в формате «Заканчиваю все свои начатые книжные циклы». И я ж думаю, ну вот у меня их почти 20. Одновременно будем заканчивать или как? Ну, как бы, это вот мое личное guilty pleasure. Понимаю, что, как бы, гораздо удобнее, правильнее и приличнее какой-то цикл начать, его закончить и уже потом другой брать. Ничего не могу с собой поделать. Каждый раз хочется чего-то нового. Во-первых, еще в 22 году я начала новый цикл комиксов под названием «Жуй». Технически, как бы, да, у меня он начат, но между нами я откровенно не знаю, когда именно я его собираюсь заканчивать. Дело в том, что цикл весьма нестандартный для понимания книг на английском, а на русском языке пока что у нас он не предвидится, увы. Это, в принципе, были Excel-медиа, они, в принципе, никогда не были расторопны, а теперь-то, как бы, и тем более. На канале у меня, в принципе, уже было прочитано с первыми томами этого цикла, и, боже ж ты мой, какой он угарный, какая это угарная трава, и по-другому просто это даже вам не скажу. Он забавный, в какой-то мере даже очаровательный, при этом он с чернушным юмором, поэтому я думаю, что он не всем подойдет. Коротенько, о чем эта серия? Главный герой Тони, и то, что я помню его имя, это уже, прям, не знаю, пару баллов с барского плеча этому циклу, потому что я обычно забываю моментально имена. Хорошо помню сюжеты, перипетии, идеи, но имена... Здесь помню имена, понимаете? Поэтому цикл как бы влез мне в душу. Главный герой Тони здесь цыбопад. Это выдуманный термин этой вселенной, означает то, что он может видеть прошлое опробованной еды. Стало быть, он видит все буквально пестициды, которыми пичкали яблоки, он видит, как забивали коров, и если, допустим, он окажется на месте преступления и увидит труп, то, ну, в общем, сами понимаете. И, короче, этого Тони как раз-таки и вербуют на службу в полицию, чтобы он примерно вот таким вот странным способом изобличал преступников. Ух, гарная вещь! Я первоначально думала, что у меня она будет немножко как бы поташнивать, нет, нифига. Я не знаю, в чем дело, но как будто бы это все не на серьезных щах рассказывается. И более того, чем дальше ты как бы это дело считаешь, это дело интересно и увлекательно, реально увлекательно, как будто бы автору просто срывает крышу. И он начинает нести такие странные предложения в эту серию, дескать, а почему бы не вампиры, а давайте вот вампиров насыпем. Хочу инопланетян, хочу пиратов. И ты такой, боже, чё? Нет, на самом деле, это угарно, автор давай еще. Серьезно, в любой другой серии то же самое, вот та же самая мешанина из жанров, из авторской фантазии, не всегда как бы особо здоровой, ты удираешь сразу же здесь же. Это было реально забавно, мне любопытно, чем дело закончится. Но при этом на английском языке серию читать сложновато. Примерно той же серии, что и сагу Брайана Вона. Потому что уж очень много терминов, которые автор придумал в этой вселенной. Мне кажется, что я просто буду картинки рассматривать. Поэтому пока что он у меня висит, кушать не просит, что хорошо. Так что примерно вот так вот. Буду ждать, ну, может быть, вдруг. Я доберусь до фанатского перевода, кстати. Дальше, друзья, назову цикл, который я тоже начинала читать еще, кажется, два года назад. Это цикл Воронята Мэгги Стивотер. Я даже вам не смогла достать книгу бумажную этого цикла, потому что она на меня закопана, хрен знает где, в книжном шкафу, в самых его недрах. Но, тем не менее, почему-то все еще этот цикл своей идеей меня цепляет. Не могу от него отказаться. Хотя, казалось бы, у тебя столько циклов, столько книг, да брось ты его. Если до сих пор ты как бы до него не вернулась, два года спустя, я думаю, что все-таки я попробую еще одну часть. Но для этого мне, к сожалению, придется первую перечитать. Здорово помню, какую примерно получила главная героиня Блю, получила задачку в начале этой книги. Тот человек, которого она полюбит, он от нее и умрет, она же его и убьет. Просто потрясающе. В день Святого Марка, могу ошибаться с датой, ну, короче, она видела призраков, подходящих к церкви, тех, кто умрет в будущем году. И она видит парня, который ее тоже узнал. И это означает то, что он, либо ее истинная любовь, либо она конкретно его убьет. А потом она этого мальчика встречает в компании, в школе, как раз таки в школе, их зовут Воронятами, а того и название цикла. И вот эта идея, представляете, до сих пор держит меня в этой цикле. Для меня она как будто бы неразрешимая, и мне любопытно узнать, как же автор это дело разрулит. Вот это для меня реально любопытно. Прикиньте, вот до сих пор этот крючок моего внимания засел как бы в душу, до сих пор не могу от цикла из-за этого отказаться. Герои там, ну, в целом милые, харизматичные, но как бы особо не мое, я бы с ними не общалась и не дружила. Они ничего любопытные, но... не моя компания. Этот цикл шел у меня постольку-поскольку, не особо интересно, вот то, что произошло в конце, меня реально удивило, и вот тогда я дала книге шанс. До сих пор, в принципе, даю. Дальше, друзья, еще один подзависший у меня цикл, это Миллениум Стига Ларсена. Этот цикл у меня вот прям реально подзавис, потому что я читала первую книгу с большим удовольствием, я ее перечитывала, надо сказать, и то, что я, в принципе, люблю первую часть, об этом говорит отдельный ролик на канале, на минуточку. Вторая часть была ничего, но не до такой степени, чтобы я вот к третьей перешла. Здоровенная, между прочим. И дело даже не в объеме нисколько, а в том, что Ларсен немножко пишет скованно, как будто бы это не билетристика, конкретно вот роман художественный, а как будто бы это заметки в журнале. Сам, в принципе, автор по себе был журналистом, и это очень сильно отобразилось на его слоге и стиле письма. У меня это прям бывает, что выбешивает и утомляет во время чтения. Да, в этой серии с Элизабет Саландер очень много динамичных сцен, но как будто бы они все отшлифованы журналистикой, вот правда. Пока что это для меня самый главный на книжных полках чемодан без ручки, еще даже главнее, чем колесо времени, представляете? Ужасно тяжело тащить, но еще жальше бросить. Поэтому вот идея его прочитать, я до сих пор не отказываюсь. Если у вас есть по этому поводу какие-то пичи в пользу этой книги, дескать, Аня, вот там происходят такие ситуации, А, Б, Ц, Д, срочно читай, я с удовольствием почитаю, друзья, ваши комментарии, правда. Ну и бросать тоже как будто бы выше моих сил. Я не знаю, почему. Обычно я легко отказываюсь от неинтересного цикла. Здесь же интересный характер Элизабет Саландер, очень типичный персонаж, очень здорово, по крайней мере, в первой книге она была противопоставлена другой одной из героинь основных, да, в плане видения на насилие и на последствия его. Это очень реально классно, но как будто бы, как будто бы вот не тянет. Я не знаю, в чем дело. Словом, пока что откладываю. Дальше, друзья, еще один цикл у меня, который начат, это благородные каналия Скотта Линча. Я говорила про Ларсона, что он чемодан без ручки. Вот чемодан без ручки. Вот самый настоящий, лично для меня, обидный чемодан без ручки. Почему обидный? Потому что в этой книге собраны, ну, практически все мои книжные, да, фэнтези. Это шикарная компания каких-то мошенников, которые вот с раннего возраста вместе начинают дружить, общаться, каким-то образом друг к другу проникаются, да, и их наставник, все эти приключения какие-то в красивом городе в стиле фэнтези на Италии, да, охренительно. Просто мне особо первая часть не зашла. И я не знаю, почему на самом деле. Просто как будто бы вот не моя история и все. И книга меня так-то в целом не обманула ни в чем. Не было такого, что как бы обещали одно, я получила другое, все получило то, что мне обещали. Просто для меня это вот невкусный борщ. Вот та же картошка, та же свекла, та же морковь и капуста, а мне не нравится. И еще мне его было жалко отдавать, потому что этот цикл редкий, реально, ну, был, по крайней мере. Теперь азбука его переиздается, что огромное им спасибо. Уже даже я виделась у нее анонс третьей части, между прочим. Я вот не знаю, стоит ли все-таки как бы мне с этим циклом бодаться. Мне по этому поводу, опять же, непопулярные мнения. Цикл очень популярен среди любителей фэнтези, он всем практически нравится. И мне вот любопытно, есть ли такие среди вас, ребят, кому первая книга была соу-соу, а дальше был полный кайф. Вот такие мне кейсы очень интересные. Если есть, опять же, смело пишите. Если у вас был кейс, что первая книга так себе, и остальные примерно в том же духе, то, опять же, точно об этом смело, пожалуйста, пишите. Я примерно понимала и распределяла свое время и силы. Это реально для меня очень странно, потому что я, блин, обожаю «Одиннадцать друзей Оушена», а эта книга, это вот фэнтезийное воплощение «Одиннадцать друзей Оушена». Че не так со мной, я не знаю. Еще один цикл, Брэндон Сандерсон. Вот он, родименький, забрала с книжных полок с вашей подсказкой, кстати. Сначала «Тайная история». Вот прям стикером налепила, чтобы не забыть. И еще мне рекомендовали до этой книги, до финальной книги двурожденных «Душу императора». Я помню. Никаких объективных причин, чтобы его не считать, у меня нет, если честно. Мне очень этот цикл нравится, очень понравились первые три части, что для меня, в принципе, удивительно, потому что обычно, ну, бывает так, лично у меня, что первая книга – вау, последняя книга – вау, а серединка – ну, ладно, немножко тут перекурим, хорошо, ну, в финале же будет бомба, а там каждая книга – на ура. Просто каждая книга невероятно хороша. И к вопросу о том, а можно ли с этого цикла автора начинать читать? Слушайте, ну, в целом, наверное, можно, но я бы не рекомендовала. Все-таки для меня это вот вторая эпоха и второй сезон «Рожденного туманом». И я считаю, что «Рожденного туманом» он дает очень хорошую и крепкую базу понимания этого мира. Да, когда двурожденных, что-то такое аламантик, что-то такое фирухимия и не только, все это дело объясняется, да. Но именно «Рожденным туманом» вам вот прям это дело показывается, вы вот прям проживаете с героями всю эту магию и все ее нюансы просто понимаете. Лично мне двурожденные нравятся вот кратно больше, это правда. Они динамичнее, они меньше, за счет этого они как будто бы более углубленные, что ли. Очень его люблю, поэтому, в принципе, ставлю себе до конца года такой вот план, по крайней мере, закрыть этот цикл. Ура! Что еще я по этому поводу знаю, это то, что у автора есть в планах продолжение этой вселенной, как раз-таки «Ворожденным туманом», «Ворожденной» еще будет конкретный цикл, должен быть еще и «Космическая эра». То есть, от феодальной к индустриальной и выше-выше, вот как раз-таки эта магия будет развиваться. Разве не здорово? По-моему, очень круто. Так что вот, берегу на этот год эту книгу. Что у меня здесь есть еще из классненького? Это цикл «Экспансия» Джеймса Кори. Первая книга цикла «Пробуждение Левиафана» просто покорила меня в прошлом году та глубины моей души, сыграла на всех стронках моей души. А как же это было здорово! Я была в полном восторге. Слышала такую версию, кстати, что те люди, которые очень мало подкованы фантастике, но вот типа меня, которые только в ней начинают как бы погружаться, тем заходят просто на ура. А те, кто уже насчитал достаточно много и прилично базы фантастики, практически всю классику прочитал. Возможно, эта книга покажется ну средненькой, ну особо нечего там найти таким людям. Я же нашла здесь просто, знаете, вот сверх того, что я ожидала. Единственная загадка во всем этом, почему не продолжила цикл? Да хрен его знает, скажу я вам, не знаю почему. Я вот даже думала его в этом году продолжить. И я, к слову, знаю, благодаря вашим комментариям, как именно лучше его читать. Вам же тоже рассказываю. Зрители говорили, что этот цикл, он условно подразделен на три трилогии, грубо говоря. В цикле девять книг, да, дофига, но при этом легко можно читать по трем. Три, три и три. То есть вам, в принципе, не обязательно вот прям дыхание задерживать и нырять вот на самую марианскую впадину, все-таки девять книг как бы это много, нет. Спокойненько можно по тройкам читать. Чем, в принципе, я готова заняться, наверное, осенью. Летом было бы, конечно, неплохо, но там летом у меня и другие книжные циклы, в моей очереди, поджидают, поэтому я бы такая взяла бы в удовольствие на осень, вот прям в официальные осенние планы. Как-то вот так. Еще один шикарный фэнтези-цикл у меня томится на книжных полках это Хроники Нетесаного Трона. Я знаю, что именно он, этот цикл, ваш главный любимчик, ребята, это вот типа сын мамины подруги у меня на книжных полках среди фэнтези. Очень мне полюбилась и понравилась первая часть цикла, она уникальная, в ней есть какой-то вот свой личный флёр, которого нет в другом фэнтези. И вроде бы да, вроде бы те же интриги при дворе, это захват власти, опасности для трона, и тому подобное. Но каждый раз думаю, что это вот нечто уникальное, потому что вот все то же самое, что как бы мы видим в принципе в другом фэнтези, здесь как будто бы другую комбинацию дает. И это реально очень здорово. У нас в память здесь трое сиблингов, два брата и сестра оказываются в самом центре политической распри. Но проблема в том, что их отца, скорее всего, убили, а они все находятся в разных местах. Одна при дворе, другой там на островах проходит путь воина, а другой проходит путь мудреца, где-то в горах хрен знает где, на другом вообще в конце света где-то вот здесь. При этом оказывается, что вот его учение о пустоте одно из самых важных как раз таки для этой вселенной, потому что грядет то, что как раз таки похуже гораздо, чем какие-то там политические распри при дворе. Пересказываю вот вам и думаю, блин, ну интересно же, ну ты чё? Вот тем ревизии и полезны на самом деле, что ты понимаешь, сколько у тебя еще классного лежит в закрутках типа вот какого кизилового компота, ну правда. У этой книги уже есть продолжение. Кстати, даже уже отдельные в боквиллы выходили по персонажам из книги прикольно. Вот. А что давайте, в принципе, я ее отложу вместе с Джеймса Кори на осень, а там будем поглядеть. Внезапно не фэнтезийный и даже не фантастичный цикл на книжных полках это цикл Бьернстадт. Об этом цикле меня уже, наверное, дважды напоминали за последние две недели, поэтому как раз таки я это видео и снимаю, что примерно, опять же, сориентироваться, когда же я буду его читать. У нас уже даже вышла финальная книга этого цикла, называется она После буря, хотя в оригинале называется Победители Anyway. Я просто была в таком ахере перманентном после первой части, что вот нырять с разбегом во вторую я пока что повременю. Не потому, что это плохо, а потому, что это чрезмерно больно. Это маленький городок, все друг друга знают, все увлечены хоккеем и увлечены настолько, что готовы простить любые ужасы другим людям, любые подлости другим людям. Лишь бы как бы эти люди играли в хоккей ради этого городка, но это же просто кошмар, но тем не менее от книги было не оторваться, даже на нем по этому поводу отдельно есть не к чтению на канале. Я думаю, что не в ближайшее время точно, но у меня есть вторая часть, за циклом я слежу, так что, опять же, говорится, будем на связи. Дальше, ребят, кажется, что условный цикл, он называется Дублинский отдел убийств. Я просто каждый раз об этом забываю, когда вижу Тану Фрэндж, что, по сути, да, это часть цикла Дублинский отдел убийств. И ее сходство, и ее тайное место, что я считала в январе. Причем тайное место вроде как стоит именно в последовательности вторым, вторым романом. Первый роман «В лесу». У нас, к слову, он издавался недавно, я тоже над ним думаю. Но при этом, как цикл, вот прям полноценный цикл, то, что я вам перечисляла в этом ролике, вот в той же, той же манере, я его не рассматриваю почему-то. Вроде как этот цикл можно вполне себе свободно читать, не прям подряд. Лучше бы, конечно, подряд, как будто бы у вас будет больше каких-то пасхалок предыдущим книгам, скорее всего. Вроде бы книги друг друга не спалерят. Ну, то есть, по сути, их вполне себе можно как-то отдельно читать. Ну, как бы, опять же, в тему ролика подходит? Подходит. Поэтому добавляю. Пока что у меня на очереди сходство, а там я уже посмотрю, буду ли я с автором знакомиться. Меня еще, опять же, интересует первая книга в лесу, но не настолько прям сильно, чтобы вот прям цикл заныривать с разбега. Пока что нет. Но, тем не менее, на карандаше у меня. Еще один цикл, что я открыла в прошлом году, это цикл о Ганнибале Лекторе. В этом цикле я прочитала первые две книги, и я пока что подумала, что я с ним приторможу на какое-то время. Что удобно, кстати, что у этого цикла вполне себе можно свободно разделить его во времени. В отличие, допустим, ну, допустим, вот от Поларии вы не сможете его разделить физически даже. Вам будет хочется как бы еще и еще. Но не в этом дело. Там вот прям сквозной сюжет. В этом же цикле у нас там одни и те же герои. Да. Причем, что интересно, что Ганнибала Леттера изначально он герой второстепенный, вообще третистепенный даже, и постепенно выходит на первый план. Это очень интересная техника. Но при этом этот цикл вполне себе можно спокойно с паузами читать. Другой вопрос, что если он вам очень сильно нравится, то как бы вполне себе можно и запойно, как бы никто вас не рассудит, само собой. Я слышала о третьей части не самые лестные отзывы, кстати. Я не знаю почему. Любопытно. Мне очень нравится «Молчание ягнят», но я этот роман воспринимала больше как экранизацию. Она для меня была просто идеально, практически дословная экранизация, понимаете? Поэтому чтение романа превратилось в чтение какого-то сценария по любимому фильму. Такие дела. Так что пока что в отложенном на какое-то неопределённое время. Дальше цикл, который у меня прям возродил любовь к Терри Пратчетту. Это цикл «Стража-Стража». Читала первую часть цикла в августе прошлого года, получила просто море удовольствия, особенно от начитки этого цикла в аудиоформате. Ну, просто великолепное было зрелище. Купила себе вторую часть «Коружию, коружию», в целом уже готова к ней вернуться. Вроде как в этом цикле, если я не ошибаюсь, ошибаться, у меня, в принципе, есть навигация по этому циклу, так что буду потепенно по нему двигаться. И поправьте меня, если ошибаюсь, но вроде как в этом цикле вот прям-таки тесно связаны только лишь первые две части. Остальные, они тоже, опять же, в рамках этого мира, Анг Морборка и рамках конкретно «Стражи», но уже как будто бы другие истории, как будто бы другие сезоны даже. Дальше, друзья, фантастический цикл с весьма и весьма мрачным названием в память о прошлом Земли. Люси Синь и его задачка трёх тел ужасно мне понравилась. В прошлом году читала с большущим удовольствием, тем более на совместных чтениях, что было особенно классно для книги. И я так знатно застряла во второй части. Я об этом вам рассказывала буквально, кажется, в ролике про книжные планы на лето, что я прям вот цементно застряла в начале второй книги. Это считалось просто как заторный аттракцион. Я с таким нетерпением ждала каждое обсуждение на Бусти и с таким нетерпением поджидала каждый вот этот поворот. Во второй части всё не так. Но, к счастью, мои зрители мне объяснили, что у многих было то же самое, но вот дальше пошла раскачка и прямо было ух, как классно в финале, за что огромное, друзья, вам спасибо реально. Потому что я уже настолько сильно была расстроена, что так сильно очаровалась первой частью, вот такая фигня со второй, ну прям реально было обидно. А я так как бы настроена на полную трилогию, полностью её прочесть. Потому что вот в этой части, допустим, в отличие того же Дубинского отдела убийств для того же Ганнибала, сквозной сюжет. Как будто бы даже первая книга особо не окончена. И как будто бы для меня есть смысл уже полностью эту историю закрыть. Все три части. К вопросу о том, смотрела ли я сериал, пока нет. Буду ли? Да, обязательно. Но меня предупредили, что вообще-то в сериале спойлериться отчасти. Вторая книга, и даже чуть-чуть третья, я же такая. В этом плане я слегка занудствую, но вот не люблю, когда мне сериал спойлерит то, что как бы не должен спойлерить, по идее. Как-то вот так вот. Пока что вот на паузе, продолжаю этим летом. Что еще я раскупорила у Сандерсона из его книжных циклов? Это цикл «Высь». Этой книге я пела дифирамбы в прошлом, прочитанном, но такую искреннюю к ней симпатию испытываю. Боже мой, она такая классная, и мне так нравится то, что автор сделал с персонажем, то, как именно подросла героиня в течение всей книги, просто потрясающе. И это особенно ценно, потому что после этой книги у меня с Сандерсоном какой-то разлад в отношениях случился, какой-то вот, знаете, вот холод между нами пробежался, потому что ни Локан, ни Белый песок в число моих любимых у автора не войдут вообще. Поэтому особенно ценно вот такие вот маленькие алмазики находить, к счастью. Разумеется, цикл я продолжаю, я знаю, что у автора уже вышла четвертая часть, на русском языке она, скорее всего, у нас в будущем году должна выйти, по идее. Пока что, опять же, нету никакого анонса, но я подозреваю, что должно выйти. Скорее всего, ориентировочно продолжу осенью, решила, что я летом в целом без видящей обойдусь, потому что и так есть что читать. Опять же, вы, скорее всего, уже видели планы, поэтому пока что временно на паузе. Равно как и другой мой цикл, который меня очаровал этой весной, это цикл «Укрытие Хью Хауи». Вторую часть цикла я планировала весной брать на чтение, но встрял песок, и это была очень неудачная идея, я даже не смогла его дочитать. Настолько мне он показался беззубым, просто никаким безвкусным даже, понимаете? Поэтому я так слегка от автора отстранилась, подумала, что забуду про песок, будет неудачно, и вернусь уже именно к укрытию. Очень понравилась первая часть, очень классная антиутопия. В целом, как будто бы ты уже об этом где-то читал. Не за раз, но как же мне понравилось, какие там классные герои, как же здорово автор показывает то, как люди живут в замкнутом пространстве, в своей системе, и почему иногда люди готовы идти куда-то вне системы. Словом, очень приятная, бодрая, динамичная вещь. Я жду от азбуки анонс, когда уже должна выйти как бы третья книга, обещали же в этом году. Вот, было бы очень неплохо. Еще один цикл, который буквально покорил мое сердечко в прошлом году, это цикл «Колдун Российской империи». Почему-то я его называю циклография верения, хотя бы, по сути, у него есть свое название, вот оно написано, а я вам показываю третью часть, которая у меня находится в официальных планах своими персонажами, тем, как он прорабатывает взаимоотношения между дивами и людьми. Я даже особо не придираюсь к сеттингу, потому что здесь сеттинг, он вроде бы как будто бы номинальный даже, но очаровательный. Для меня эта серия это как будто бы хорошая такая смесь Фандарианы и трилогии Бартимиуса. Вот то, что я люблю в этих циклах, связано вот здесь. При этом, все-таки, это все равно нечто уникальное, а не копипаста. И вот это очень приятно, кстати. В этой истории я искренне привязана, наверное, ко всем героям, причем даже ко всем второстепенным героям. Это удивительно лично для меня. Поэтому с удовольствием эту серию, разумеется, продолжаю уже этим летом. Еще один цикл, который мне осталось буквально одну книгу дочитать, это Волкодав Марии Семеновой. Ну, опять же, в прошлом, прочитанном я уже вам по этому поводу ныло, вот прям ныло-ныло, я даже не преувеличиваю это слово, реально жаловалась по поводу четвертой-пятой части цикла. Это шестая часть цикла, и по сути, это не финал. Это как будто бы просто погружение снова в эту историю, как будто бы это история о других героях во вселенной Волкодава. Как будто бы мы в прошлом подходим к первым главам первой книги. Ну, типа, вот так вот круг завершается, да? Причем эта книга была написана знатно позже самого финала Солнцветных гор в 2014 году, на минуточку. Поэтому я вот даже не знаю, как мне эту книгу рассматривать, как часть цикла, часть команды, часть корабля, или все-таки нет? Ни одного позитивного по этому поводу отзыва, вот прямо ярко позитивного, я не вижу. Я вижу отзывы от поклонников, что эта серия всем нравится, что каждая книга, по-своему, хороша, но вот такая-то, такая-то лучше. Эту в лучших не видела вообще нигде. И дело даже не в этом, а как будто бы по отзывам, вот сквозит то, что эта книга лишняя в серии, что как будто бы просто накидывает некие рандомные истории о рандомных героях в мире Волкодава. Тебе, Аня, это надо или нет? Технически, наверное, да, а фактически, наверное, нет. Это сложный вопрос, потому что, и правда, с одной стороны, зачем в книгу идти, если, допустим, в ней Волкодава толком нет? Это просто рандомные герои в рандомное время в рандомном мире. Но при этом эта книга из разряда чемоданчика, скорее всего, без ручки, которую мне жалко бросить, правда. Я, по крайней мере, начала бы, попробовала бы, а там посмотрела бы, потому что это уже финальная часть, финальная, шестая книга в таком условном цикле Волкодава, чтобы я уже могла как бы цикл на отдельный обзор, ну, как бы, в рамках всех циклов унести. Без неё было бы неправильно, а с другой стороны время тратить. Ну, короче, я вот пока что подумаю, потом по поводу послушаю ваши комментарии с отговорами меня. Ладненько, пока что вот цикл дочитываю, догрызаю, грубо говоря. Совершенно случайно у меня открыт ещё один цикл, это Академия вампиров. И вот это, между прочим, очень приятное ощущение, когда ты от книги не ждёшь ничего, а потом такой, а я продолжаю цикл, а мне нравится, а мне очень приятно и интересно с героями проводить время. Я в первой части ожидала чего-то вроде сумерек, ну, по типу, ну, развлеки меня, книжечка, пока вот я передыхаю между такими-то серьёзными вещами, а потом такая, ой, а можно ещё? Мне понравилось, мне правда очаровала первая книга, я не ожидала, что мне вот настолько сильно понравилось взаимодействие героев ближе к концу истории, как будто бы это вот самая приятная любовная линия из всего, что я читала за последние годы, поэтому как бы врываюсь и дальше, тем более, что вы, ребята, хвалили цикл дальше. Ещё мне по этому поводу есть такая маленькая пометка, что если я цикл продолжу, а я, скорее всего, его продолжу, что там у нас шесть книг, и четвёртую нужно как будто бы перетерпеть немножко. Но вот дальше будет круто, как бы я это дело помню, не переживайте. Что ещё у меня открыто из книжных циклов, и я ужасно этому рада, это цикл Полари. Я думаю, здесь лишних слов не нужно, за меня гораздо больше мой обзор по этому поводу скажет, у меня какой-то чудесный летний роман с этой книгой, я бы ужасно влюблена. Начала вторую часть, прочитала уже две интерлюди, и как же это здорово. Мне по этому поводу, к слову, говорили ребята, чтобы я не пропускала интерлюди, а я никак бы не знала, какие между чем идут. И, к счастью, в этом цикле они расположены как вот нужно, что между первой книгой, «Стелла монета, искра» и второй, «Лишь одна звезда», есть две интерлюди, это «Плакса» и «Душа запада». И без них, в принципе, читать можно, но вообще-то как бы в них очень важные зацепки на будущее важных героев, особенно «Искры». Очень понравился мне «Плакса», я с вами слушала ее в аудиоформате и думала, «Все-таки не получилось!» Боже мой, что же теперь делать? Короче, ну вы понимаете, что читаю ее с большущим удовольствием, вот, только начала, и это уже лишь половина книги, половина тома, большой цикл, круто, и между прочим, что здорово, он закончен, в нем всего шесть книг, если, разумеется, интерлюди, да, но томов цельных всего лишь шесть. В этом мире такого условного средневековья неумолимо идет прогресс, и император его вот прямо тащит в массы, а никому это не нравится, и, разумеется, начинаются вот бурления при дворе, интриги, скандалы вот этого вот все, как же здорово, боже мой. Я вторую часть представлю этим летом, так что, друзья, не теряйте. Покажу вам закладку, мою новую, вот так, немножко не в тему Полари, разумеется, но тоже как бы ничего. И это видео у меня завершает еще один цикл, который я, в принципе, уже давно начала, но, тем не менее, этим летом я его заново пересчитываю, это Игра Престолов, Песни, да, и Пламени. Помните, я говорила вам в начале этого видео, что у меня как бы есть три базовых кита ролика на канале, где я рассказывала вам еще давным-давно в Сочи, 300 лет назад, да, про мои циклы, которые вот как раз-таки вот в этом огромном шкафу стоят, в том числе и Игра Престолов. Ну, как бы, да, технически она у меня надкусана, автор, так серию у нас и не закончил, не будем пальцем на него как бы тыкать, но, тем не менее. Я, получается, в этом цикле прочитала четыре книги полностью, а пятую я как будто бы пролистала в Википедии, я уже настолько задолбалась тому времени ждать, чувствую, чтобы как бы их вместе прочитать, представьте, сколько времени я ждала, вот, и как будто бы я пятую технически не читала. Эту серию мы читаем летом, на совместных чтениях на бусте, и это просто отдельный вид удовольствия, мало того, что от обсуждений, потому что очень многие ребята, они смотрели сериал, а книгу не считали, а книга как бы гораздо больше нюансов, ну, в первый нет, а вот в третий начиная, ого, кошеньки. И там еще есть ребята, которые, в принципе, об истории не в курсе, не смотрели ни сериал, и книгу не считали, и это прямо тут отдельная песня, сидишь, такой думаешь, надеюсь, что любимчика как бы не завел, да. Серьезно, первое правило Игры Престолов не заводите любимчиков, ни в коем случае. И второе удовольствие, знаете в чем? В том, что это настолько офигенно, перечитывать эту книгу, я не ожидала, откровенно говоря. Я думала, что как бы, ну, перечитаю, по крайней мере, просто освежу воспоминания, а на деле мне так нравится, это так интересно читается, хотя как бы я в курсе любого поворота, меня как бы здесь ничем не удивить, и все равно чертовски интересно. Столько нюансов замечаешь во время чтения, потому что во время первого прочтения это как будто бы просто персонажей запоминаешь усиленно, всю эту географию, историю, господи, какое восстание, какая ложная весна, какой турнир в Харенхоле. Ты знаешь буквально все, все предпосылки каждого восстания, кто там восстал, кто честь Юзерен, и тому подобное, и подобное, и подобное. Это так легко, и приятно, и задорно считается. У автора, между прочим, такие классные диалоги, оказывается. Я уже и забыла это. У меня еще в январе были какие-то странные страхи, и предположения, что я буду путаться в этих двух циклах, вообще разные вещи. По ощущению, да, это одно и то же удовольствие от прочтения, но по сути, разные, разные истории, да, как бы интриги, да, это в базе, но по сути, все разное, все уникальное, очень нравится. Так что, словом, да, я вытащила Игру престолов с того старого видео, потому что я ее перечитываю сейчас, и я очень рада, родешенька, своей такой идее перечитать любимую книгу. Ну, потому что каждый раз думают, что у меня и так много новых книг, какое там перечитывание, но, ребят, очень вам советую хотя бы раз в году какую-нибудь свою любимую книгу перечитывать. Это такое большое удовольствие, не похоже на новые впечатления, правда, но от этого, как бы, не менее классно. Опять же, бустеры подтвердят, само собой. В принципе, друзья, все получается примерно за три с половиной года восемнадцать книжных циклов. Это, по сути, каждые пару месяцев я такая, хочу же иметь новое прочитать. Новый книжный цикл, ну, как бы, да, так, по сути, у меня и бывает, допустим, вот, я стартую с Барояром, это новый книжный цикл, а чё, а чё, а чё б нет? И нет, это видео не о том, чтобы я как бы себя поругала, ай-яй-яй, всё, больше не начинай никаких книжных циклов, да, да прям. Новые книжные циклы для меня отдельно гилти-плэжа, главное в них постепенно продвигаться и вовремя останавливаться, то есть вовремя говорить себе всё, мне уже неинтересно, да, как бы я обещала, но это выше моих сил, так тоже правильно я считаю. Это даже банально правильно, чтобы было время найти циклы, которые мне нравятся, которые я в удовольствие читаю, вот, как-то вот так. Жду от вас вашу маленькую ревизию, какие вот у вас есть пять книжных циклов, которые вы начали, и, возможно, планируете в этом году их продолжать, завершать, или, по крайней мере, просто в них продвигаться. Смело вам сообщите, друзья. С вами была Аня Кобычна, скоро мы уже увидимся обязательно. Всё, друзья, всем пока и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова